А вот в другом конце города сегодня любой желающий мог присутствовать на лапароскопической операции. Ее без наркоза проводили на болгарском перце. На соседнем столе в это время шла ампутация. Пациент также из продуктового магазина. Зато оборудование настоящее и самое современное. В Ставрополе открылась неделя медицины, рассказывает Анна Поляруш. Изначально этот аппарат разрабатывался для военных, соответственно, и со всеми вытекающими последствиями. То есть очень хорошо проработана конструкция. Даже бы проводились испытания, когда он в своей упаковке сбрасывался с высоты на несколько тысяч метров. Речь идет о портативном рентген-аппарате российского производства. Он выполняет те же задачи, что и стационарный. Зато весит около 50 килограммов и в собранном виде помещается в багажник легковушки. Это только один из экспонатов выставки, что открылось в центре «Прогресс». Уже в 20-й раз в Ставрополе под одной крышей собираются лучшие достижения в здравоохранении. Традиционная неделя медицины с этого года носит имя нашего земляка, советского хирурга, министра здравоохранения Советского Союза Бориса Васильевича Петровского. Петровские чтения – это также десяток конференций для врачей различного профиля, но на одну тему – долголетие ставропольцев. К слову, средняя продолжительность жизни в крае за последнее время выросла и сейчас на два года превышает среднероссийскую. У нас на сегодняшний день активно диагностируется онкопатология. Активно этому способствуют и диспансерные, так сказать, проведение диспансеризации, и открытие первичных кабинетов онкологических. Их у нас сейчас в каждом районе открыли и оснастили, и туда посадили онкологов. То есть это достижение очень серьезное. То, что у нас делаются операции сейчас на сосудах и на сердце, это тоже дает свою возможность человеку делать те операции, которые ранее укорачивали жизнь. Участвуют в конференциях не только врачи, но и специалисты Министерства спорта и даже культуры. А речь идет о чем? Речь идет о том, что здоровый образ жизни – это поведение человека. Это поведение человека. И вклад в просветительскую деятельность в этом плане, в частности библиотеки, вносят колоссальные. Здоровому образу жизни посвящены некоторые экспозиции выставки. Итак, представители Ставропольского медицинского колледжа предлагали всем желающим измерить артериальное давление, узнать уровень подкожного жира и даже висцерального, того, что образуется на внутренних органах. Заглянуть глубже помогают здесь и другие экспонаты. Например, этот лапароскопический комплекс, производитель «Россия». У нас лапароскопическая операция болгарского перца. Да, ну, что-то в этом роде. Инструменты доступа, то есть это все у нас вставляется в брюшную полость. Ну, мы все это визуально, да, представляем. Также вставляется инструмент, вот мы смотрим, да, брюшная полость. Увидеть в действии можно и работу других приборов, вплоть до электрических скальпелей. Форум, а вместе с ним и выставка будут работать до 30 сентября включительно.